Из-за нехватки денег в бюджете в прошлом году власть пустила под нож свою священную корову фонд национального благосостояния из него потратили почти 4 триллиона неприкосновенных рублей на что их спустили сколько еще осталось в фонде и как скоро он вообще опустеет из-за войны считаю говорил одно фонд национального благосостояния является подушкой как мы говорим подушкой безопасности для российской экономики те кто полагают что мы можем позволить себе целиком и полностью расходовать этот фонд они глубоко заблуждают а сделал все наоборот за два года полномасштабной войны россии против украины путин и его команда потратили почти половину денег из главной кубышки страны фонда национального благосостояния обманули дурачка на 4 кулачка для понимания фон национального благосостояния это как народная заначка на черный день которая должна была снизить зависимость российской экономики от цен на сырье по задумке если нефть стоит дорого то власти должны были скупать валюту и откладывать ее на будущее фнб случае если нефть дешевеет накопленную валюту разрешалось тратить в первую очередь на пенсии этот фонд формировался в основном из источников связанных из продажей за границу энергоносителей и с отбором части профицита государственного бюджета в этот фонд доброго благосостояния с него планировалось финансировать социальные расходы увеличение уровня жизни россиян национальные программы по строительству школ больниц стадионов так черные дни в россии уже наступили всю первую половину 2023 российская нефть торговалась с дисконтом потом коррективы в экономику внес не до мятеж пригожина стоимость доллара подросла до 100 рублей параллельно с этим расходы бюджета только росли из-за необходимости финансировать полномасштабную войну против украины статьи национальная оборона и национальная безопасность выросли на 60 процентов по сравнению с 2021 выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит власти весь год размещали облигации федерального займа и таким образом взяли в долг два с половиной триллиона рублей а также придумывали и собирали новые налоги чтобы хоть как-то наполнить государственную казну но этого было мало поэтому путинские прихвостни залезли в национальную заначку в декабре минфин продал из фнб полмиллиарда евро 115 миллиардов юаней и 232 тонны золота а полученные деньги забрал на покрытие бюджетного дефицита у нас везде какая-то зияющая дыра проблем в итоге за год с фонда была потрачена почти 4 триллиона рублей и теперь в его так называемой ликвидной части осталось только пять триллионов если путин и его команда будут продолжать вести полномасштабную войну против украины тратить деньги на ракеты и снаряды параллельно с этим покупать себе роскошные дома яхты то ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в начале следующего года пополнять фнб особо нечем по подсчетам экономистов блумберг ликвидная часть фонда останется на том же уровне если нефть будет стоить минимум 73 доллара за баррель если она опустится до 50 то ресурсов хватит максимум на два года а чтобы пополнить народную заначку цена на российское черное золото должна быть выше 90 долларов за баррель что в условиях санкций и ограничений невозможно как надолго хватит этого фонда зависит от того сколько они будут рисовать дефицита а рисовать дефицит они будут зависимости от того как быстро и как серьезно не будут резать социальные статьи так что социальные расходы будут резать точно и когда источник латания дыр закончится бюджетная политика кремля будет ужесточена для покрытия дефицита правительство рф начнет урезать расходы и если на войну против украины путин не позволит тратить меньше то сократить социальные выплаты пенсии и зарплаты обычным людям легко и он это сделает но уже после выборов